Ремонт дороги это всегда хорошо, хотя и приходится терпеть некоторое время неудобства. Так думали жители дома номер один по Жуковскому проезду, но реальность почему-то оказалась не столь радужной. Эти фотографии прислали нам жители дома. Подход к четвертому подъезду во время дождя полностью блокируется, несмотря на то, что поблизости есть колодец для сточных вод. Но после ремонта он оказался выше уровня нового асфальта. Они обещали асфальт до люков, там он приподнят, здесь опускать они обещали. После, что будет сливаться в решетку, но решетка над уровнем асфальта, в решетку вода не подходит. По делам масла в огонь и авария прорвала трубу. О злоключениях граждан в связи с этим мы расскажем в одном из ближайших выпусках новостей. Ремонт коммунальщики затеяли такой, что грязь автомобиль разнесли по всему двору. Они все приехали, раскопали. И вот на этот прекрасный асфальт всю эту жижу вывалили, ничего не оградили. Есть у жителей вопросы и к пешеходным дорожкам. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что сейчас они стали уже. А вот расстояние между асфальтом и газоном, наоборот, увеличилось. Зачем нужна эта полоска земли? Загадка. Удивление у местных жителей вызывает и участок дорожного полотна напротив первого подъезда. Почему-то на нем асфальт не был положен сразу. Впоследствии за оплатку все же положили, но не до конца. И небольшая яма существует здесь до сих пор. Олег Федоров депутат, который избран от этой территории и находится с местными жителями на связи. Он уверен, что подрядчику работ не удастся оставить все как есть. По окончании работ будет происходить приемка данной территории. И я очень надеюсь, что на эти некачественные выполненные работы обратят внимание и заставят все-таки подрядчика переделывать эти недочеты. Непонятно одно. Зачем делать плохо, а потом переделывать? Почему сразу не сделать хорошо и качественно? Вопросы риторические. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.